Добрый день, я Сергей Вейгман и сегодня мы расскажем о новом ридере Vexler Flex One. По сравнению с другими читалками, самый известный ридер, созданный российской компанией Vexler, получил очень хорошую комплектацию. Кроме самого устройства и кабеля microUSB-USB, в комплект поставки входит полноценное зарядное устройство, изящный чехол из кожезаменителя, а также краткое руководство пользователя и гарантийный талон, отпечатанный на одном листе. Vexler Flex One получился настолько необычным, что если перевернуть его дисплеем книзу, этот ридер вполне можно принять за коврик для компьютерной мышки. Сделанный из прорезиненного пластика корпус, получился немного изогнутым и очень прочным, так что при необходимости его можно использовать в качестве детской лопатки или ракетки для настольного тенниса. На лицевой панели устройства расположены 6 выпуклых кнопок, причем 4 из них сведены в довольно своеобразный джойстик. Тыльная часть ридера украшена весьма необычным узором, который напоминает вариации на космическую тематику. Flex One получился исключительно тонким. В самом узком месте толщина составляет всего 4 мм, а в наиболее широком всего 9,5 мм. Именно там, в более широкой части ридера, следует искать разъемы microUSB и Reset, индикатор заряда и кнопку включения-выключения. Более широкая часть устройства также сделана слегка изогнутой, но при этом совершенно не гнется. Кроме этого отметим, что Vexter Flex One весит всего 110 грамм и выпускается в 7 цветовых решений. У этой модели очень необычный экран, и хотя выполнен он на основе технологии электронных чернил, его сделала не тайваньская компания E-Ink Corporation, а хорошо известная нашим зрителям LG Electronics. Чем отличаются эти матрицы? В первую очередь тем, что классические E-Ink матрицы оснащены стеклянной подложкой, а подложка дисплея Electronic Paper Display сделана из пластика. В результате экран нового типа позволяет сделать корпус устройства максимально тонким и легко сгибается примерно до 40 градусов. У 6-дюймового экрана Vexter Flex One невероятно высокое разрешение – 1024 на 768 пикселей, в то время как у обычных E-Ink матриц с аналогичной диагональю этот показатель немного меньше – составляет 800 на 600 точек. Система управления ридером выглядит предельно простой. Пять кнопок джойстика отвечают за действия влево, вправо, вперед, назад и ОК. А нажатие, расположенное слева от джойстика клавиши, возвращает пользователя к предыдущему окну. Кнопка включения-выключения сделана мультифункциональной, а ее короткое нажатие открывает доступ к всплывающему окну, в котором можно выбрать масштабирование текста, поворот изображения на экране, поиск и удаление файла. Также отметим, что все клавиши ридера, которые вынесены на лицевую панель, сделаны очень тугими, и для их нажатия нужно прикладывать силы. Vexler Flex One работает под управлением операционной системы Linux. Рабочий стол читалки разделен на три части. Слева отображается иконка и название книги, которую вы читаете в данный момент, справа список недавно прочитанной литературы, а внизу те книги, которые последними были добавлены в память ридера. Также с рабочего стола можно открыть файловый менеджер и настройки, с помощью которых можно изменить шрифт, дату и время, указать время отключения, проверить состояние памяти и так далее. У Vexler Flex One нет никаких дополнительных функций. Эта модель годится только для чтения книг в форматах FB2, TXT, PDF, DOC, CHM, HTML и EPUB. Для хранения книг отведено 8 гигабайт встроенной памяти без возможности расширения, чего хватит для хранения нескольких тысяч книг в разных форматах. У ридера нет браузера и модуля Wi-Fi, так что его единственным средством связи с внешним миром остается разъем microUSB и соответствующий кабель из комплектной поставки. По заявлению производителя, встроенный литий-полимерный аккумулятор на 600 мАч продержится без подзарядки до 3 недель, если, конечно, вы будете тратить на чтение не более 30 минут ежедневно. Vexler Flex One – это невероятно прочное устройство с интуитивно понятным интерфейсом. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!